Гул комбайнов не замолкает ни на минуту. Пользуясь солнечной погодой, сельчане спешат наверстать упущенное. Временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Михаил Игнатьев ознакомился с ходом уборочных работ в Цивильском, Канажском районах. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Хорошавин уже третий год как перешел на современную систему земледелия. Почва не обрабатывается, а ее поверхность укладывается специально измельченными растениями. Поскольку верхний слой почвы не рыхлится, такая система предотвращает водную и ветровую эрозию. Ее эффективность вначале, конечно же, вызывала много сомнений. Но в особенности данной технологии в чем? Он использует нулевые технологии, о чем мы говорили, обсуждали, обучали. Но в данном случае эта технология используется уже в реальной практике. Это тоже очень важно. Производительность труда говорит выше, себестоимость самого зерна, уже продовольственного зерна, ниже. И использование дорогостоящих, говорю, смазочных материалов на один гектар. По факту, говорит, в прошлом году у них было только 35 килограммов на гектар. У нас здесь хозяйство, которое два или три раза больше используют. Всего на его полях более 18 культур пшеницы. Работы хватает всем. К уборке урожая приступили совсем недавно. В этом хозяйстве стараются активно внедрять научные разработки. Наука наша краснодарская сделала очень хороший ответ американцам. То есть изобрели препарат, который позволяет в два раза сократить расход глифосата. В этом году мы на всех площадях его применили. Он работает, он действует. Соответственно, себестоимость обработки у нас осталась на уровне прошлого года. Вроде улучшается. Да. Анатолий Федоров 7 лет назад занимался совершенно другим бизнесом. Но, видя, как пустую землю, решил заняться земледелием. Приезд Михаила Игнатьева пришелся на его день рождения. Но даже в этот день он работает и время не ждет. Надо убирать озимую пшеницу. Анатолий Федоров активно пользуется программой господдержки сельчан. Вот мы брали на пассивную субсидируемый кредит. Брали 11 миллионов, по-моему, брали. Технику покупали субсидии на возмещение процентных ставок. Детереться ставки за финансирование. Вот если кредит брали 23, то субсидии там 17%. Еще один комбайн на подходе. В этом году косилку брали. А остальное у нас все это в прошлом году поступило. Три больших пассивных комплекса у нас. Два джандира, 11 метров шириной захвата. И один немецкий Квернеланд. Дийский пассивный комплекс. Вот мы засеяли с ним 3500 гектаров. Михаил Игнатьев и сам не удержался от соблазна посидеть за рулем современного комбайна. Компанию ему составил заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, механизатор Изосим Романов. 15,9% влажности – показатель, при котором нужно и можно убирать. Такой тест провели на полях Канажского района. В частности, в хозяйстве Евгения Терентьева. Всего пассивные у нас 800 гектаров. Из 800 гектаров мы сегодня пока убрали только 100 гектаров. Потому что только вышли этот... Второй день мы работаем. Второй день работаем. А зимой и кратчайшие сроки буквально вот через два дня мы уберем. А потом уже переходим на яровые. Ну, до яровые еще буквально там пару недель, наверное, может быть, выйдет. Да, синокосы закончили. Сейчас уже идет у нас работа по синокосу. Второй укос идет. Подготовка почвы для озимовой культуры под урожай 2016 года. У нас уже почва подготовлена. Порядка это 210 гектаров. Пока синоптики обещают хорошую погоду, сельчане будут работать без выходных. Совсем скоро на уборку урожая выйдут и северные районы. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков. Республика. В Красноармейском районе прошло выездное заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса. Обсудили итоги первого полугодия и посмотрели, как работает новая техника на полях. В этом году уборка озимых и яровых зерновых культур идет быстрыми темпами. Хотя погода сельчан не баловала. В районах задействованы 74 зерноочистительных и более 150 зерноосушительных комплексов. Готовность их почти 90%. В ряде хозяйств идет модернизация. Так, например, в Красноармейском районе закупили новую технику для плющения зерна, которая позволяет хранить урожай при высокой влажности. В 2014 году мы купили финская плющилка Мурска. На сегодняшний день она нам очень нравится, потому что с ним можно из-под комбайна сразу зерно привезти. Засыпать на эту финскую плющилку Мурска, она заплющит, законсервирует и сразу положит это в рукав. В один рукав лезет 100-120 тонн ячменя. Если кукуруза, то 120-130 тонн, чуть больше лезет. Она вот после двух недель сразу готовый корм, можно сразу скармливать скоту. Несмотря на то, что специалисты обещают неплохой урожай, все же многое зависит от того, насколько организован сам процесс. Провести уборку с наименьшими потерями – это основная задача для аграриев. На сегодняшний день 11 районов приступили к уборке урожая. Намолочено около 4000 тонн зерна. Средний урожай пока – это 20,9 сантиметров с гектара. Если с прошлым годом сравнить, ну это, в принципе, на уровне прошлого года. Если в целом так у нас будет продолжаться, то и погодные условия будут способствовать, то мы можем все-таки выполнить те планы, которые стали. Это 560-570 тысяч тонн зерна. В прошлом году собрали мы 554 тысячи тонн. В прошлом году в Красноармейском районе был построен зерноочистительный комплекс, куда поступает собранное зерно с полей. В среднем число сборов составляет 600 тонн в день. Как сообщает главный директор агрофирмы Тея Бинка, комплекс способен обработать в 50 тонн за час. Комплекс строили на свои средства, без кредита. И обошлось оно в районе 25 миллионов. И также в прошлом году валовка была в районе 10 тысяч тонн. И из-за нехватки мест хранения рядом с ушным комплексом строится новое хранилище. Общий квадрат – 1700 с хвостиком. Для хранения от 4 до 6 тысяч тонн зерна. В ходе выездного заседания участники обсудили минимальные гарантированные цены на зерно урожая 2015 года. Ожидают, что мягкая продовольственная пшеница третьего класса будет стоить 8400 рублей. 8000 рублей четвертого класса и 6200 рублей рожь продовольственная первого и второго класса. Елизавета Зайцева, Татьяна Белова, Олег Якимов. Республика.